Продолжаем с вами Даф Йоми. Вчера Шаббатный лист был лист 14 в Гмаре. Здесь это тоже называется Сугья Шель Раби Ханина Сгана Куаним. Это где последняя Мишна, это Мишна в этом разделе и до конца обсуждается законы чистоты и не чистоты. Был Раби Ханина Сгана Куаним, он засвидетельствовал, он говорил в Мишне, когда был бета-микдаш, сжигали корбан, который нужно сжечь. Если корбан был нечистый, то мата первой степени, и был корбан, который был нечистый, то мата третьей степени. Так как первая степень более строгая, то нельзя делать, чтобы что-то стало более строгой степенью нечистоты. Но Хахамин, он засвидетельствовал, что если было мясо третьей степени чистоты, более слабой, и мясо первой степени чистоты, когда их ставили вместе, то эта третья становилась вторая. Строже становится чистота, но так как их сжигали, он говорит, я свидетельствую, что коины не придавали этому значения, и можно это сжигать вместе. Если бы не нужно было это сжигать, то нельзя было их ставить вместе, потому что одно бы оскверняло другое. Несмотря на то, что он тоже нечистое мясо, нельзя его есть, но так повышается тума, нельзя было его ставить вместе. Но когда сжигали, это сжигает, это сжигает уже, вот это big deal. Поэтому на нашем листе мы учим законы чистоты и нечистоты. Есть несколько видов нечистоты. Есть ава тума, отец тумы. Кто это? Это невера труп животного, и животное, которое зарезали неправильно, это человек, который дотрагивается до него, получает нечистоту, а в альтума. Есть шерец. Шерец – это приземкающиеся 8 видов животных, которые перечислены в голове шмини, их труп. Человек, когда до них дотрагивается, тоже получает нечистоту. Кроме этого есть зав. Зав – это мужчина, который исчезает слизью. Зава – это женщина, которая исчезает слизью. Нида – это женщина, у которой мечный цикл, и Йоледет – это женщина, которая родила, и Метцора. Метцора – это прокажену, у которой есть язвы, это слизь. Вот это все, что у них вытекает из-за болезни или еще из-за чего-то, делает их духовно нечистыми, и они эту нечистоту передают другому, то, что до них прикоснулось. Но есть человек, который дотронулся до мертвеца, он становится Аватума, он становится в высшей степени чистоты, отец Тумы. И все, что мы им причислили – отец Тумы. Но человек, а сам мертвец, он называется Ави Авататума. Папа, папа Тумы, то есть дедушка Тумы, он самая чистая, большая нечистота. И каждый раз, да, поэтому, кто дотронулся до него, он становится в высшей степени, а он сам в высшей степени. Поэтому, и с каждым разом эта Тума меняется, она становится с каждым разом меньше и ниже. То же самое до гроба. Поэтому человек, который говорит здесь так, Аватума, мы сказали, решен на Тума, но Габи Аватума. Тот, кто дотронулся до Аватума, он становится первым Тумой. Это чуть-чуть, он не высший сорт Тума, а он первый сорт Тума. Тот, кто дотронулся до первой сорта Тумы, становится второй. Второй. Человек, который дотронулся до первого сорта Тумы, становится чистой второй сорт Тумы. Но еда, которая дотронулась до первого сорта Тумы, Адамшу ноги оберешен на Тума, а Энонитма. Человек, который дотронулся до первого сорта Тумы, он не становится нечистым. То есть, один был мертвец, до него дотронулся кто-то, потом этот дотронулся, он стал Аватума, тот, кто дотронулся до этого мертвеца. Другой дотронулся до него. Он стал Гриш‌ Он стал первым сортом. Тот, кто дотронулся до него, он не становится второй Дома. Адамшеннаги обречена дубая инонитма. Но если еда дотронулась, этот человек, который дотронулся, он сам Домитра не дотронулся, он отбросся до того, кто дотронулся до мертвеца. Если до этого человека дотронулась еда, то эта еда становится нечистой. И это называется шиниль дубая. Он становится второй, и так это продолжается. Это во время бедерамиктажа? Это во время тренинга, что сегодня тоже это есть, но опять к этому мы все равно все сегодня считаемся не чистотой мертвеца, самая-самая высокая чистота, но все равно Коэн должен быть внимательный, чтобы к всему этому не притрагиваться и держать себя как можно больше в чистоте. И есть закон, что мечом, которым ударили, и меч принимает, теперь мы сказали, каждый, кто дотронулся, становится на один уровень ниже, правильно? Этот дотронулся до первого, он стал вторым, следующий дотронулся до него, он стал третьим, и так четвертым и так далее. Но меч или железный предмет, он получает степень той же не чистоты, до чего он дотронулся. Поэтому если тот был первым, меч вроде должен был стать вторым, но он становится так же первым, как это было. Этим и закончили сегодня эти 14 лист.